Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобное видео, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. И также в инфобоксе есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе и быть в числе первых. Давайте приступим. Сегодня очень праздничный день. 30 августа. И Турция сегодня празднует 102-ю годовщину победы турецкой армии под командованием Ататюр. Основателя, собственно, Турецкой республики. Везде по городу Флаги. Сегодня бесплатный проезд в муниципальном транспорте городском. Также не нужно платить за автобады и какие-то магистрали. Ну, такие вообще стандартные истории, когда происходит праздник по Аэрам Турции. Ну и про хорошие новости вы просили держать вас в курсе. Если помните, я обещала это и сдерживаю свое обещание. Освободили из-под стражи дилеру Бу Кайсериолу. Это та девушка, которая высказалась по поводу блокировки Инстаграма в опросе, который делали блогеры. Интервью у нее взяли, и она высказалась нелестно, напрямую, как думает, без цензуры какой-либо. И попросила цензуру не вырезать это из ее интервью. Такая наглость была воспринята. Это было наглостью в сторону политиков. И она была под стражей в течение вот этих последних двух с половиной недель. В общем, напомню о том, что она заявила, что все, кто за блокировки в соцсетях, это идиоты и дебилы. И попросила ни в коем случае не вырезать этой части ее из интервью. И Дильбару обвинили по двум статьям. Первая – это оскорбление президента. В Турции есть такая у нас законодательная, это запрещено, есть такая статья. А вторая статья – это подстригательство народа к ненависти и вражде. То есть вот это столкнивание лбами. Но при этом глава кемалейской партии Джигепе Озгюрозель заявил, что он посещал Дильрубу в тюрьме. Это должно было быть вчера или позавчера, но из СМИ официальных я не видела фотографии или пресс-конференции на эту тему, ничего такого не было. Сказал, что он также пригласит ее на какие-то официальные мероприятия партийные, которые планируются. Ну вот буквально вчера он должен был ее посетить, а вот сегодня ее уже появилась в СМИ информация, что ее отпустили из-под ареста. Но дело, естественно, по двум статьям не закрыли. Идет следствие, расследование. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта история. Ну как бы хорошо, что хотя бы она будет дома, а не под стражей и в тяжелых условиях в тюрьме. В СИЗО на самом деле она была. Вчера утром, 29 августа, в Стамбуле произошла очень крупная авария. Эта новость вчера обсуждалась во всех СМИ в стране. По итогу один человек погиб, 38 пострадали, причем два человека были в тяжелом состоянии. Сейчас пока неизвестно, пока что вроде бы они живы. Произошло столкновение двух метробусов в районе Кючукчик-Медже. Были смяты, скажем так, кабины, разбито стекло. В чем проблема? В том, что это произошло в самый утренний час пик, когда все пользуются метробусами для того, чтобы без проблем доехать на работу. Метробус это такой типа гибрид автобуса и метро. То есть у них своя выделенка, и она отгоражена забором, и никто машины пересечь как-то, создать пробку и все прочее не могут. То есть это всегда проверенное быстрое, скажем так, движение. Максимум, какие пробки с метробусами бывают или затруднено движение. Если что-то поломалось, он перегородил как-то сам свою выделенную дорогу. Все. То есть так как есть решетки, есть заборы, никто не может помешать этому движению. Короче говоря, этот транспорт в Стамбуле в час пик, конечно же, самый популярный. Метробусы просто набиты людьми, поэтому так много. 38 пострадавшие есть, погибшие, ну в общем. В Анталии в популярном у наших русскоязычных районе Коньяалты выявили несколько нелегальных русских украинских учебных заведений. Работают они под видом игровых комнат, игровых домов, если переводить с турецкого на русский язык. Но по факту это развивашки, да. Эти школы не имели лицензии, аккредитации турецкими госучреждениями образования. Активно рекламировали свои услуги среди русскоязычного населения. Брошюрки распространяли, в интернете реклама была, в группах, там в Телеграме и так далее. Был посыл с критикой противопоставления уровню образования, задачи, которые они выполняют, противопоставления турецкому образованию. То есть у нас лучше и так далее. И ожидается подача жалобы в прокуратуру, чтобы была проверка. И вообще пресекли деятельность этих заведений. И была рассылка о том, чтобы люди сообщали о подобных заведениях. То есть сами в прокуратуру приходили в полицию, писали, назовем так, доносы, жалобы о таких заведениях. И вот тема довольно-таки обтекаемая. Это было в интернете, а не в каких-то там официальных, в телевидении репортаж я на эту тему не видела. Если кто вот живет в пони Алты, расскажите, в курсе ли в этой истории. Дайте какую-то ясность. Может быть, вы в курсе деталей, потому что это было так. В общем, как-то интересно, странно обходилось на уровне какого-то, знаете, местного какого-то конфликта. Я бы это назвала, но тема довольно-таки интересная, потому что тема образования и легальные-нелегальные работы, аккредитации всяких учебных заведений, она, конечно, актуальна. С этим очень часто сталкиваются, как и с работой парикмахеров, салонов красоты, косметологов и так далее, нелицензированных, незаконных. То есть это тема такая, тревожащая здесь общество. И про законы, про парикмахерские. Я вам ранее рассказывала, с 1 июля должен был и вступил в закон в силу о том, что все парикмахерские, уж и легальные, официальные турецкие, любые, в стране должны делать один себе выходной в неделю. 100% закрываться должно заведение. В чем проблема была? Почему такой закон? Потому что конкуренция, очень много, если вы знаете, парикмахерских всяких кюроферов, гюзелик-салонов, бьюти-салонов в Турции. И для того, чтобы выигрывать эту конкуренцию, люди работали без выходных, вообще, на износ. И как бы это вредит трудовым каким-то кодексу нормам. Конкуренция создается при этом нездоровая. Конфликты были, я вам рассказывала в видео, там, тату-салоны, то, что у нас относятся, бьюти-салоны. Конкуренция между участниками, да, салонами там и стреляются, и ругаются, и конфликты. Короче, вот это все происходит во сне, короче говоря. И решили на законодательном уровне принять такой закон, что каждый салон сам выбирает, где недели, когда у них выходной. Но выходной должен быть, условно, чтобы и передохнуть, и при этом не гнаться за вот этой нездоровой конкуренцией. Короче, а сейчас лето, время свадеб, мероприятий. Собирают всегда невесты, женихов в салонах, и плюс свидетелей, родственников. То есть сейчас самый, короче, на самом деле, чёс, бизнес, это время, время свадеб летнее. И в Турции здесь очень это и дорого, и массово, да, то есть если семья приходит, не просто невесту с женихом собирают, а причем еще нормально, так человек из родних. Короче, это очень прибыльный, хороший доходный бизнес. Правила соблюдали, но по факту сейчас этот закон отменили, потому что они поняли, что были салоны, которые наказывали, кто не закрывался, штрафовали на этот выходной. Но по факту люди стали просто из-за инфляции при этом, да, экономической ситуации. Люди теряют клиентов, большой заработок из вот этих обслуживания свадеб, сейчас сезон самый, не время для этого закона. И просто они могут содержать свои салоны, своих мастеров, денег им недостаточно. Поэтому этот закон отменили. Так что теперь парикмахерские могут, так как и раньше, работать без выходных. Недавно в новостях был сюжет, такой душесчипательный, решила вам о нем рассказать. В Анталии женщина вынуждена жить на улице, а детей она отдала своим родственникам, так как она не могла позволить на свою зарплату снимать квартиру с жильем. Был сюжет в ней, где она говорит о том, что я уже живу на улице 11 дней, хожу в мечеть для того, чтобы сходить в туалет. Детей мне пришлось отдать моим родственникам на попечение, потому что я сплю вот на диване мягкая мебель, просто на улице. Мне помогают чем-то соседи, которые вокруг есть. Девушку выселились в квартиры, потому что она не могла себе позволить арендную плату. У нее минимальная зарплата, это 17 тысяч лир, сейчас на 2024 год это 500 долларов, а минималка квартиры аренды примерно 500 долларов стоит. То есть у нее просто даже не было денег на съем этого жилья. Махир Мамедов, бывший телохранитель президента Азербайджана Алиева, был найден мертвым в своем номере в отеле Кушадасы. Больше информации об этом в СМИ не было, она прошла так вскользь, но, конечно же, обсуждалось. 700 тысяч арендодателей в Турции под угрозой штрафов за неуплату налогов. Министр финансов сообщил, что около 700 тысяч арендодателей не подали налоговые декларации о доходах от своей аренды. Это законы, которые недавно у нас были введены в начале года. Эти люди были выявлены налоговыми органами. И в результате проверок полтора миллиона объектов недвижимости, примерно где-то 400 тысяч адресов, они подверглись инспекции проверки. И в ходе этой работы выписали уже штрафы на 153,5 миллиона турецких лир. Вот такие самые свежие новости на данный момент в Турции здесь у нас на месте. Кстати, хочу еще отметить, что до сих пор нет никакой информации про девушку-россиянку, которая пропала в Марморсе на туристической тропе. Как будто просто исчезла, канула куда-то. И это, кстати, хочу отметить, да, и в комментариях писали, это не первый случай совсем в этом сезоне туристическом. Где-то, ну, назовем так, последние полгода очень распространена вот эта потеря людей, когда они уходят на какой-то самостоятельный трип, путешествия, самостоятельный путь или в одиночестве. Короче говоря, уходят в какую-нибудь тропу или, в общем, самостоятельно как-то путешествуют, передвигаются. Таких случаев было несколько, так что я хочу вам чем сказать. Где бы вы ни отдыхали, неважно, в какой вообще стране. В принципе, вот этот пеший туризм, когда вы ходите по горам куда-то, неизвестные какие-то места, куда-то забираетесь, пожалуйста, информируйте об этом близких, собирайтесь в группы, не делайте это самостоятельно. Но, в конце концов, вам может стать где-то плохо или там подвернете ногу, что-то такое ЧП произойдет, и не будет возможности, например, попросить о помощи, не знаю, каким-то образом, чтобы вас спасли, как-то сигнализировать это. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. В общем, ну, мы будем за этой историей следить, наблюдать, посмотрим, что будет дальше, пока новостей не было. Спасибо за ваше внимание. Напоминаю, что в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, увидите новые с самыми первыми. Всем пока!